Добрый день, дорогие коллеги. Конечно, очень сложно после экстремпляра выступать, но я постараюсь. И постараюсь немножко сократить время, потому что я чувствую, что по месту у нас времени так много осталось. Я буду говорить о состоянии работ, о разработке пресс-новых реакторных материалов, топливных, конструкционных, поглощающих, о возможностях, какие сегодня существуют по испытаниям, исследованиям, и в контексте, в таком, чтобы показать, насколько имеются возможности в организации «Хрусатум» для расширения этой деятельности, международного расширения прежде всего. Следующий слайд, пожалуйста. Я буду стараться придерживаться этого содержания. Буду придерживаться данного содержания, но прежде всего я остановлюсь на актуальности и практически значимости работы в области традиционного материаловедения, как состоит сегодня дело, расскажу о рынке реакторных исследований и перспективных развития, остановлюсь на экспериментальной базе, прежде всего, организации «Хрусатума» для проведения его в области традиционного материаловедения, но и немножко, буквально, сколько времени мне это позволит, расскажу о объектах и направлениях исследования, ну и немножко о новых направлениях исследований. Вот здесь показана дорожная карта своей ядерной технологии. Значит, особо я привел, чтобы посмотреть, вот ядерные топливоконструкционные материалы. Здесь идет такое краткое перечисление тех новых материалов, которые сегодня у нас разрабатываются в рамках существующих федеральных, отраслевых и прочих программ, серенький цвет – это то, что сегодня реально существует и сегодня реализуется, ну и немножко на перспективу. Значит, хочу сказать, что вот если сравнить с данной таблицей, это таблица 20-ти летней давности, и публикацию ссылка на обезон существует, то, в принципе, те материалы, которые я в предыдущем слайде показывал, о топливных и конструкционных материалах, они во многом совпадают с теми ожиданиями, которые вот еще лет 10 назад международное научное сообщество сформулировало, и по видам новых реакторов четвертого поколения, и по материалам топливных и конструкционных. Есть небольшие различия, но, в принципе, все очень похоже, особенно в конструкционных материалах, где на них я сейчас немножко остановлюсь. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас очень хороший потенциал для развития совместных и журналистов и реализации программ. Понимание, какие должны быть материалы, значит, оно сегодня существует, но ключевой вопрос – как эти материалы создать и как их разработать. Ну, вот для сравнения, и для сравнения, для понимания, значит, тоже такая иностранная ссылка. Вы можете посмотреть, по конструкционным материалам, какие сегодня ожидания. В основном, если мы сегодня работаем на том же реакторе с КАД-УК-600, у нас повреждающая доза конструкционных материалов ниже 100 смещений на атом. Значит, здесь вы видите в новых реакторах это уже под 200 смещений на атом. И очень важный, на мой взгляд, вывод. Он говорит о том, что в мире на сегодня, вот по состоянию на сегодня, не решены материаловеческие проблемы для ядерной энергетики будущего. Ни для одного из рассматривающих инновационных ядерных реакторов не существует в требуемом объеме топливных, конструкционных, поглощающих материалов, прошедших все стадии от разработки промышленных средств. То есть это огромный пласт исследований, которые на многие годы и хороший фундамент для проведения этих исследований. Ну и тоже очень важный вывод, что все-таки реализация этих масштабных проектов, реализация программ и создание новых энергетических установок четвертого поколения, это все-таки задача немножко все, мы наблюдаем, все дальше и дальше сдвигается. И один из, как бы, одной из причин в моем понимании, как раз заключается в том, что нам предстоит еще очень большая работа с тем, чтобы вот эти новые материалы реакторные разработать и освоить. Ну и кроме этого, когда мы говорим о радиационном материаловании, конечно, не только реакторы четвертого поколения, есть задачи и по существующей энергетике, где мы должны и продлевать ресурсы существующих реакторов, и там тоже есть новые материалы, и это тоже очень большой объем и очень, как бы, большие программы, которые существуют в разных странах, и здесь, в области радиационного материалования, тоже очень много нерешенных задач. Когда мы говорим о направлении испытаний материала, вот видите два желтых круга, это материаловический комплекс, реакторный, стендовый комплекс. То есть невозможно провести сегодня разработку новых материалов, если вы не обладаете всеми современными сегодня методами и методиками. У вас должны быть современные и материаловические возможности исследования горячих облученных материалов, и реакторный стендовый комплекс. В России, вот по состоянию и на сегодня, и на последние годы, и в будущем, как мы сегодня слышали, значит, такие возможности действительно уникальны, и мы можем не только реализовать свои собственные программы, но у нас огромные возможности для расширения этого международного сотрудничества. Сегодня уже называлось, что у нас 7 населительских ядерных реакций. Значит, мы говорим о том, что с 2020 года у нас появляется вообще уникальная возможность со строительством реактора «Имбир». Таких возможностей облучательных нет никого в мире. Значит, у нас огромное количество стендов, ряд из них я здесь тоже перечислил, которые позволяют решать материаловические задачи разработки новых элементов. Ну и горячие материаловические лаборатории, совершенно уникальны, крупнейшие в мире и в Европе, и они сегодня у нас очень развиваются и в очень хорошем состоянии. И сегодня мы реализуем достаточно большое количество облучательных программ. Вот с ходом в эксплуатацию, как я уже сказал, в 2020 году реактора «Имбир», у нас возможности экспериментальные существенно расширяются. Объекты направления исследований, но они достаточно традиционные, это все элементы активных зон, это новые, которые сегодня уже эксплуатируются в ядерных реакторах, и мы сегодня проводим эти исследования. Это новые топливные конструкционные поглощающие материалы. Также с использованием нашей экспериментальной базы мы обоснуем длительное хранение яд и переработки радиоактивных отходов, осуществляем материологический надзор, проргение ресурса ядерных энергетических установок второго, третьего поколения. Ну и также проводим фундаментальные исследования лицутой повреждаемости, разрабатываем новые технологии, изготовление реакторных материалов. Ну, здесь маленький пример того, как мы разрабатываем конструкционные материалы. Значит, вот, если бы вы посмотрите сверху вниз, мы уверенно двигаемся к высоким повреждающим дозам, к новым конструкционным материалам, а то, что нет, и сегодня ферритом, артенситом и стали. Повторяю, что аналогичные работы проводятся и широко за рубежом. Здесь демонстрация ОДС-тай, которая сегодня разрабатывается во многих странах и успешно разрабатывается сегодня у нас. И мы надеемся, что... Вот очень хороший график, который демонстрирует, что классный материал, который сегодня есть, устрадит эферритом, артенсит, для, значит, до и стали. Значит, вот весь из нас смещение, то есть ставятся такие же задачи, как ставятся для зарубежных реакторов, и такие стали сегодня успешно разрабатываться, используя наши экспериментальные базы. Совершенно уникальные исследования, которые сегодня, ну, вначале и начались, и в зарубежных странах, сегодня мы проводим и у нас в стране. Это потенциальные материалы, композиционные материалы для всех, на основе вот серий ЦУЦ, для практически всех типов ядерных реакторов с разными теплоносителями, с разными поглядающими дозами. Сегодня уже облучаются материалы наших исследовательских реакторов. Ну, к сожалению, пока только технология западная, французская, американская, но в ближайшее время мы планируем такие же облучения и уже композиционных материалов, которые будут произведены и у нас в стране. По направлению топливных материалов. Значит, естественно, у нас немножко различий существует. Значит, гидритный уралтутонивый топливо сегодня у нас это основной вид топлива для реактора Брест и реактора четвертого поколения. Мы продолжаем работать с топливом, но и остальные материалы, которые здесь есть, повторяю, что на лимфатуру она очень хорошо совпадает с данными всякими вещами. И по нитринному топливу успешно. Сегодня на пленарном заседании об этом период, как говорил, у нас уже 6 облучательных устройств БРН-600, 5 облучательных устройств БРН-60. Идет такое массовое облучение, исследование материалов. Здесь вот внешний вид уже таблеток, которые изготовлены, нитринное топливо уралтутонивое. По поглощающим материалам тоже все задачи сформулированы. Мы фактически решили все эти задачи. Ну и буквально в конце я хотел бы обратить ваше внимание вот на такую картинку. Она мне очень нравится. Дело в том, что при разработке сегодня любых материалов, технологий и так далее, значит, очень широко применяется физическое моделирование. И вот если еще вспомнить несколько десятков лет назад, то мы с вами разрабатывали так называемые все эти новые материалы, спускаясь сверху вниз. То есть как бы макросвойства от тех технологий, которыми мы владели. И имея испытательное оборудование, мы изучали свойства, структуру и так далее. Значит, сегодня все более активно, и это тоже направление одной из самых популярных моделей и правильных, и мы развиваем в этой области международного культуры сотрудничества. Идет проектирование материала снизу вверх. То есть мы уже от атома до уровня двигаемся. Свойства. Это что нам позволяет? Во-первых, позволяет объяснить те свойства, которые мы реально сегодня имеем на наших материалах. Это позволяет нам сократить время и деньги, когда мы организуем эксперименты, когда мы моделируем все эти процессы, новые материалы. И в принципе, есть целый ряд умений, которые не смоделировали сегодня в радиационном материале. Это очень хорошее направление, нужное, необходимое. И оно, я знаю, в районах стран развивается, у нас тоже развивается. Это очень хорошая платформа для международного сотрудничества. Спасибо. Спасибо.